МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Назарбаев празднует личный праздник. День независимости и его единоличной власти от народа. А для людей 16 декабря – день траура и скорби по жертвам кровавых репрессий режима. Именно эта дата в общественном сознании ассоциируется с диктатурой и беззаконием Назарбаевской власти. Нам всем нужно помнить об этих жестоких преступлениях, чтобы никогда их больше не допустить. 30 лет своего правления Назарбаев пытался скрыть всенародную трагедию за циничным праздником на костях. Он позаботился, чтобы нельзя было доказать, что он ответственен за избиение и убийство молодежи в декабре 1986 года. Назарбаев пытается скрыть свою вину в расстреле мирных протестующих за праздничной мишурой. В народной памяти эти дни мрачены смертями героев. До сих пор нет достоверной информации о тех событиях и точного списка имен погибших. Но вот что однозначно, так это роль Назарбаева в этих убийствах. По разным данным, количество жертв разгона стали десятки и даже сотни людей. Эта политическая афера позволила ему подняться вверх по партийной лестнице. Он добился власти, жестоко проливая кровь казахстанского народа. Назарбаев уничтожил архивные документы по декабрьским событиям 1986 года. Но уничтожить свидетельство очевидцев невозможно. В декабре 1986 года на пост первого секретаря был назначен человек из Москвы. Его предшественник Динмухамед Кунаев был против назначения Назарбаева. Хотя первоначально Кремль рекомендовал на этот пост именно его. Чтобы добиться должности, Назарбаев предал своего начальника Кунаева. Я понимал, что я задеваю своего шефа, которого глубоко уважал очень. Кунаев хорошо знал, что Назарбаев добился своей должности циничным путем предательства друзей. Особо ценные качества в номенклатурном окружении тех лет. Он тяжело переживал то, как сложились, скажем так, мягкие отношения с Назарбаевым. Конечно, конечно. Тяжело. Но его предали, давайте своими именами называть. Ну, а предали его, кстати, если уж говорить об этом, по инициативе Горбачева. Ну, что Горбачев избавился от Романова, избавился от ряда членов Политбюро. От Алиева. От Алиева, а от Кунаева он быстро избавиться не мог. Тогда он в 18-м веке, каком партии Казахстана, дал указание убрать его демократическим путем. За это Назарбаеву была обещана должность предца Умина СССР. А потом Горбачев Назарбаева предал. Если изучить его заявление после трагедии, мы видим, как он лгал и менял свое отношение к тем событиям. Спустя год после трагедии в интервью для журнала «Дружба народов» так описывает происходившее. Экстремистски настроенные молодчики смогли в декабре прошлого года увлечь за собой социально нездоровую часть студенческой молодежи, не знающей жизни, не имеющей ни иммунитета к провокационным слухам и лозунгам, ни трудовой закалки. То есть он считал, что протестная масса состояла из экстремистов и бездельников. План Назарбаева по оподавлению протестной молодежи понравился Горбачеву. На волне перестройки в апреле 90-го года при содействии Кремля его избрали на пост президента Казахской ССР. Других кандидатов на выборах не было. Тогда Назарбаев еще продолжал отрицать трагедию. Какие трагические события. Самое настоящее хулиганство было 18-го числа. Милиционеров били, забрасывали камнями, удивляется Назарбаев в интервью газете «Экспресс-Хроника» в 1990-м году. Но в 1991-м Назарбаев начинает выстраивать личную диктатуру по типу коммунистической. День кровавой трагедии он называет праздником независимости. А для него лично конструируют дешевый образ революционного лидера. В книге от имени Назарбаева под названием «Бесправых и левых» печатают совершенно противоположную версию событий. «Когда собравшийся на площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким выбором. Или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. Второе представилось мне непростительной изменой людям. Они были правы. Я пошел с ними в голове колонны». Эта выдумка опозорила Назарбаева и сделала предметом сатиры. «Участники Желтоксана дружно опровергли слова о том, что видели Назарбаева среди протестующих. Назарбаеву ничего не стоит сегодня сказать одно, а завтра на эту же тему совершенно противоположное. Все зависит от обстоятельств. Если ему выгодно, он с легкостью может соврать. Когда ему было выгодно ругать, Желтоксановцев он ругал. Стало выгодно защищать, тут же стал защищать. Единственная колонна, во главе которой он стоял и продолжает стоять по сей день, это аккорда. В кровавых событиях тех дней мы узнаем руку палача. Он оттачивает мастерство обмана и провокации, благодаря которым он начернил память о народных героях. Пока мы говорим и помним об этих ужасных преступлениях, диктатуре не победить. Или сканируйте этот QR-код. Введите свое имя и сообщение для нас. Если не хотите, можете ничего не писать. Ниже на странице выберите сумму в удобной для вас валюте. Далее выберите вашу платежную систему. Вам доступны платежи через карты Visa, MasterCard, а также Яндекс.Деньги, WebMoney, Bitcoin и многие другие. Оставьте свою электронную почту и перейдите к оплате. Готово. Не беспокойтесь. Ваши личные данные останутся в безопасности. А ваше пожертвование поможет каналу 1612 продолжать информационную борьбу против режима Назарбаева. Как и трагедия Желтоксан, Жанаузенский расстрел намеренно предан забвению. Ответственные за массовые убийства до сих пор сидят в аккорде и наживаются на жизнях всего народа. Режиму Назарбаева не нужны расследования против самого себя. Поэтому во власти принято молчать об этом расстреле. Сегодня мы не празднуем, а чтим память погибших и напоминаем, что убийца все еще на свободе. Народ Казахстана не перестает верить. В Жанаузене обманутые работники надеялись, что власть их услышит. Добывая один из самых ценных ресурсов страны, нефтяники получали мизерные зарплаты. Руководство предприятия Казмунайгаз наживалось на сотрудниках. Эта компания, как и вся нефтегазовая отрасль страны, захвачена Назарбаевым. Забастовки начались среди работников дочерних компаний «Каражанбас Мунай» и «Озен Мунайгаз». Семь месяцев работники требовали внимания властей к их проблеме. Ждали хотя бы показного пересмотра условий труда. Ждали до тех пор, пока в них не начали стрелять бойцы спецназа. Назарбаев считает богатство страны своей собственностью и не собирается делиться ими с народом. Для силового разгона протестов Назарбаев использовал проверенную методику советских спецслужб. Законные требования рабочих диктатор назвал экстремизмом. В следствии преступных действий группы лиц произошли массовые беспорядки. Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону. Я издаю указ о введении чрезвычайного положения в этом отдельно взятом городе Жан-Аузене. Он будет действовать 20 дней с сегодняшнего дня. КНБ силами бандитских группировок организовало несколько поджогов. Это позволило главе МВД заблокировать город, глушить сотовую связь и приступить к зачистке митинга. В Акарде за координацию отвечал премьер-министр Карим Масимов. Пока в Жан-Аузене расстреливали нефтяников, Назарбаев хлопал в ладоши и веселился на праздничном концерте. В День независимости главным подарком для него стало устранение протестующих. Пока Назарбаев у власти никто не будет расследовать убийство мирных протестующих. В тюрьмы посадили невиновных участников демонстраций. Показания свидетелей, доказывающие вину, нефтяников получили под пытками. Взбивали, били. Потом в гараж завели. Я посею. С 11 до 8, до 9 вечера ночи я сидел без обуви, в носках, в воде. Били меня, мне кисть сломали. Милиционер, я его знаю на лицо, имя не знаю, он сказал, это президент. Президент мне так сказал, приказ. Я сказал, ну бог не пускай, президент сказал, мучайте меня. Мучайте, бейте. Потом он мне подошел, говорит, зачем ты мучаешься, чтобы тебя били, говорит. Сделай, хорошее, доброе делай и все будет нормально. Выпускайте. Как бы менты мучили, чтобы я давал ложные показания, чтобы посадить невиновного человека. Я сам лично Аллаха побоялся. Конечно, угрозы еще будут от них. Будут, но я буду терпеть. Я буду до конца это стоять. После заявления о применении к ним упыток Александр Баженко был убит. Правозащитники считают, что от парня избавились, как от свидетеля преступлений силовиков. И что говорить правду Жана Озене? Сейчас очень сложно. Жана Озенская трагедия произошла еще и потому, что за 7 месяцев нефтяники остались неуслышанными не только властью, но и народом. Эти несчастья выпали на судьбу казахстанского общества потому, что мы проигнорировали общего врага внутри страны. Сегодня мы имеем все возможности для исправления ошибок прошлого. Жана Озенский, палач Касымов, сейчас не сидит в тюрьме за кровавую расправу над нефтяниками. Мы будем использовать оружие. Это однозначно. Вы признаете, что там они с автоматами, с боевыми патронами? Есть бронетранспортеры, есть автоматы. На данный момент он секретарь Совета Безопасности, по сути, правая рука Назарбаева. Тимур Кулебаев по-прежнему грабит народ и управляет миллиардами семьи. Карим Масимов занимается преследованием граждан, теперь напрямую возглавляя КНБ. Неужели эти жертвы были напрасными и мы позволим преступникам и дальше управлять страной? Мы никогда не забудем героев, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу. Мы никогда не простим преступления Назарбаева, предавшего свой народ. Сегодня, в день национального траура, почти минутой молчания, жертв борьбы за независимость Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на оперативные новости 1612 в Телеграм. Следите за событиями в стране в реальном времени. Присылайте свои истории и видео Боту в Телеграм или Ватсап. Все ссылки в описании. За десятилетия безнаказанности Назарбаев и его окружение погрязли в кровавом болоте преступлений против народа. Накануне выборов у казахстанцев есть уникальная возможность призвать диктатор к ответу за все его преступления. В электоральный период общество объединяется, а власть особенно уязвима. Если мы вместе проголосуем за одну партию и против Нуратана, это будет сокрушительный удар лично по Назарбаеву. Уважаемые друзья, у нас не будет больше ближайшие несколько лет шанса, чтобы миллионы людей беспрепятственно шли куда-либо. В данном случае на избирательные участки. Вы прекрасно знаете, что полиция заранее задерживает активистов, старается не допустить на места проведения митингов. Но здесь 10 января у нас уникальная возможность, у нас уникальная возможность, когда миллионы избирателей идут на избирательные участки и власть ничего не сможет сделать против. Да, в эти дни власть, конечно, отдельных активистов будет стараться блокировать у себя дома. Ну сколько они заблокируют? Ну 500 человек, ну 1000 может быть. А на избирательные участки идут миллионы. Поэтому мы все должны осознать, у нас уникальный шанс, уникальный шанс 10 января снести этот воровской режим. Но для этого надо действовать. Мы все это можем получить, потому что 10 января 6 миллионов человек идет на избирательные участки. 10 января мы, собрав протест в один кулак, в одной партии, не отвлекаясь ни на какие другие идеи, только в одной партии собрав голоса, мы можем добиться смены режима. Перечеркивание бюллетеней. Они просто выбрасываются как недействительные и никакого результата не будет. У нас с собой так называемый бюллетень бесполезен. Единственный способ выводить людей именно 10 января, потому что именно 10 января выходят на избирательные участки миллионы. Вы знаете, что Центральная избирательная комиссия приняла постановление в разрез Конституции, которые предполагают ограничение ведения наблюдения, запрет на видеосъемку и так далее. Все это закончится, когда на избирательные участки придут миллионы людей, они будут бороться за свои права. Ничего они не смогут сделать бедные учителя и говорить уйди, не снимай. Пару полицейских, которые будут находиться на избирательных участках, тоже ничего не смогут сделать, потому что там будут тысячи, тысячи. Они будут в любом случае, потому что это день, когда проходят выборы. Поэтому нам надо воспользоваться этим уникальным шансом. Не перечеркивать бюллетени, не сидеть дома, говорить, а все уже за нас решили. Нет, участвовать. Участвовать 10 января. Итак, вам достаточно просто потратить 100 тенге. Это 20 листовок. Вам достаточно эти 20 листовок расклеить где-то около дома или распространить в своем подъезде. Вот представляете, 1 миллион человек распространит 20 листовок. 20 миллионов листовок будет по всей стране с призывом голосовать за Акжол. С призывом выйти на митинг 10 января, с призывом 10 января, в конце концов освободиться от этого мафиозного режима. Понимаете? Всего лишь 100 тенге. Это небольшие деньги и небольшие действия. И в тот день это позволит мобилизовать огромное количество людей. Самый безопасный способ для пожертвования на борьбу с режимом – криптовалюта. Перейдите на сайт blockchain.com или скачайте приложение под названием Blockchain Wallet. Следуйте инструкции для регистрации биткоин-кошелька. Все, что вам понадобится – это имейл и паспорт. После регистрации купите биткоин на ту сумму, которую хотите пожертвовать. Есть два варианта покупки криптовалюты – через карты Visa и MasterCard. После покупки биткоина вы можете их отправить на адрес нашего кошелька. Все пожертвования мы будем использовать на поддержку семей активистов, преследуемых властью. На юридическую защиту активистов. На поддержку информационного канала 1612. На организацию штабов сопротивления режиму Назарбаева. На судебную борьбу против Назарбаева в западных судах. На организацию санкций ведущих западных стран против Назарбаева и его окружения. Уважаемые бизнесмены, я знаю, что вы испытываете тяжелейшие времена. Я прекрасно знаю, как и вы, что только этот режим мешает нам нормально развиваться, чтобы страна буквально расцвела. Поэтому, уважаемые бизнесмены, от вас сейчас зависит очень много. Если вы боитесь, участвуйте активно в этих процессах, делайте свой финансовый вклад. Мы вам дали механизм оплаты через криптовалюту. Уважаемые сограждане, каждый из вас в состоянии просто пожертвовать тысячу тенге. И мы на эти деньги будем защищать наших активистов, которые лицом к лицу встречают опасность, попадают в тюрьмы. Их семьи остаются фактически без кормильцев. Если мы не будем защищать таких людей, в авангарде этого процесса, этой борьбы у нас не будет лидеров. Поэтому я снова и снова говорю, если мы не объеднимся, если мы каждый не сделаем тот взнос, который в состоянии сделать, перемен не будет. Перейдите по ссылке на сайте. Рекомендуем использовать VPN. Нажмите на кнопку «Донат» и заполните форму. Не забудьте поставить птичку под своей почтой, чтобы оставаться анонимным. Заполните платежные данные и готово! Перешлите эту ссылку своим друзьям. Все адреса наших кошельков вы сможете найти в описании под видео. На сегодня все. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новостях. Это были новости 16-12. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok